Интервью с капитаном, игравшей сегодня команда Анарона Джафли. Команда, как вы знаете, уступила. Анар, с чем вы связываете эту неудачу? Возможно, где-то нам не хватило шестого игрока. Елена Ханула очень ценный игрок в команде, очень помогает обсуждению. Возможно, если бы Елена Ханула сегодня могла бы быть с нами, она помогла бы нам в некоторых моментах. Помогла бы что-то докрутить, может быть, дала бы где-то полезные наводки, версии. Я, конечно, не могу во всем винить отсутствие Елены Ханула в нашем поражении, но, возможно, ее присутствие нам помогло бы. Анар, а почему вы приняли решение играть в Питером, хотя наверняка можно было рассмотреть вариант пригласить кого-то сыграть за вас сегодня? Ну, честно говоря, мы, ну, во-первых, это уважение к самому Елене Ханула. Во-вторых, мне кажется, нам, на самом деле, нам не так легко было бы найти человека, который вписался бы даже на одну игру в команду, в стиль игры команды, в стиль обсуждений и так далее. Поэтому, собственно, после, на самом деле, очень недолгого обсуждения, мы решили играть в Питером, никого не пытаясь найти на замену Елене. Как вы оцениваете игру Туралу-Султанову, которая относительно недавно появилась в составе вашей команды? Ну, команда... Я думаю, что Турал, скажем так, раскроется еще больше в игре, поскольку у него есть большой потенциал. Я думаю, он еще не раз станет лучшим игроком, лучшим знатоком игры. Сегодня вы в первом случае ему не поверили, когда он предлагал версию с клашкой при помощи топора. Честно говоря, настолько невероятно казалось глаженье белья разогретым топорищем, насколько я понял, да? Я подумал, что, скорее всего, в лагере, в партизанском лагере найдется какие-то более подходящие для этого предметы. Если даже там не электрический утюг, то, по крайней мере, что-то более подходящее и более удобное для этого. Ну... Как говоря, показалось, версия очень невероятная. Военное время в лесу. Я понимаю, да, но, опять-таки, можно было найти что-то более подходящее для этой цели, поэтому версия, честно говоря, глажка топором показалась очень невероятной. А вы сразу поверили в версию фейерверки? Да. Честно говоря, да, сразу картинка, скажем так, перед глазами родилась. Очень подходящая. Вы обратили внимание, на мой взгляд, складывается связка в игре команды Турал Султанов и Смайл Алиев? Да, есть такое, да, да. Вообще, с Смайлом Алиевым сложится связка у любого игрока в команде, поскольку, ну, скажем так, это такой генератор идей, который, шумный генератор идей, который не дает команде не заснуть, и постоянно подкидывает какие-то версии для размышлений. Это ведь именно его версия была про букву «ы». Совершенно верно, на первой секунде, да. Но это, в общем, его стиль, то есть дать кому-то кулак, кому-то живот, чтобы издать такой звук, да. То есть это происходило на тренировках? Нет, но, как бы, да, такая опасность всегда есть. Да, и по этому команде было проще ответить на этот вопрос. Совершенно верно. Скажите, как ваша команда будет готовиться к сезону 2015 года? С командой мы обязательно встретимся, и команда вновь будет бороться за самые высокие титулы за выход в финал года. Скажите, как вы будете готовить команду к новому сезону, к новым играм? И вообще в чем заключается рецепт опытного капитана, который может привести команду к высоким достижениям? Ох, как-то трудно примерять на себя одежду мундир опытного капитана. Ну, будем тренироваться, как всегда, потому что тренировка, она не то, чтобы помогает нам, как сказать, научиться брать больше вопросов, сколько помогает нам сыграться для того, чтобы во время реальной игры за столом было полное понимание между игроками, взаимопонимание, и нормальная атмосфера, спокойная, без нервоза. Большое спасибо за интервью. Мы с вашей командой увидимся в следующем году, и до встречи в новых играх телевизионного клуба. Спасибо, надеюсь, на встречу. Спасибо.